Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, среда, пришло время вскрывать недельные сундучки для получения рейтпиков. Хотя, какой с них толк, если уже через 40 дней, какая-то грустная дата, выйдет Battle of Ozero? Но испытать удачу никогда не вредно. Начнем же. На воина падает ожерелье из амитистовой крепости. Сколько я правильно помню, колье из паутины падает именно оттуда. Ну-ка. Колье из паутины. Да. Ну, вторые челюсти ледопасти лутать было бы не особо интересно. А эта шея просто протастся торговцам. Вот и все. Идем дальше. Дальше ДК. А на ДК я хочу плутать целое ничего. По-любому пойдет какая-нибудь тринька, которая мне вообще не нужна. Я уверен в этом. Ну. Я думал, это кристалл какой-нибудь. А, да-да-да. Сейчас бы кристалл падал. Свикличеста. Это релик 960-я. А у меня 75-й и 85-й. Ну, да, он ни к чему мне, как и баджики на силу артефакта. На самом деле, это голдфарм. То есть, 136 голды в неделю. Я считаю, это очень большая сумма. И именно поэтому стоит еженедельно, даже, наверное, до сих пор проходить подземелье в режиме эпохального ключа. Нефиг плюс. Да. Весьма полезно. Бижутерия. А, релик. Ну да. Он отправится сюда, а в баджике отправится на продажу. Какой-либо осмотр реликов я сделаю чуточку позже. Либо просто вставлю их по максимальному эквипу в момент припатча. Потому что в момент припатча абсолютно все особенности артефакта утеряют свою мощь. И артефакт превратится в обычную белую пуху, которая будет давать дамаг и статы. То есть, ничего более. В релики можно будет вставлять абсолютно любого итем-левела. Ради повышения итем-левела оружия. 970-я шапка. Возможно, полезно. Отложу ее на самом деле. Ключик в чертоге. Окей. И надо бы две легендарочки вскрыть. Это плечи на хила. Это шапка на хила. Хиловские леги мне начали падать. Весьма интересно. Окей. Идем дальше. Может быть, такими темпами даже к концу легиона соберу все легендарочки для друида. Все возможно. Хотя их больше всего, что-то около 28 или 30. Не помню точное количество. Не особо на этом зациклился. Да и ни к чему это абсолютно. Так, шаман. Перчаточки. Нужные. Я забыл приоритет статов рестор шамы. Я не помню, что ему нужно. Стыд-позор. Я раньше не скажу. А Баджик отправляется на продажу торговцу. Ну и последний, кто остался, это Демон Хантер. Быть может, ему упадет что-то полезное. Все-таки персонаж, созданный относительно недавно. Месяца два или три назад. По меркам легиона это весьма малый срок. Да и по меркам Варкрафта. Свободное место есть. Можно и вскрыть. Плечики. 960-й. По-моему, у меня уже были где-то плечики. Нон-сетовые. Или же... Это были не плечи. Нет, это были легендарные плечи. Я просто-напросто перепутал. Окей. Ну что ж, такое вот вскрытие сундучков. Не особо радостное, но зато я получу с этого голды. Да, голда всегда пригодится. А шмот, он все-таки сменится полностью. Этот набранный эпический левель так на 118-119. Ну, смотря на сколько сильно одет персонаж в текущий момент. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Хорошего вам вскрытия сундуков. Надеюсь, вам повезет чуточку больше, чем мне. Берегите ноги. До скорого.